Мои сладкие, всем приветики! Я очень-очень рада видеть вас на моем канале. Меня зовут Валентина. Добро пожаловать! Ребят, я сегодня безумно счастливая, потому что я хочу вам рассказать очень-очень позитивную новость. Через неделю стартует мой макияжный марафон. Я вам обещала, что когда стукнет на моем канале 5000 подписчиков, я сделаю макияжный марафон. Я обещаю, я выполняю, ребят. Так что я надеюсь, что вы этого ждали точно так же, как и я. Я очень хочу сама в этом всем поучаствовать, очень хочу сделать какие-то крутые, креативные макияжи, классные. Я надеюсь, что для вас это будут не просто какие-то, знаете, макияжи, которые нужно повторить, а надеюсь, что вы даже чему-то, возможно, научитесь в этом марафоне, что для меня будет просто невероятно крутым подарком, скажем так. Так что, ребят, сегодня это видео будет посвящено только марафону. Я буду рассказывать все условия участия, что да как будет в этом марафоне, тему марафона. Так что, если вам интересно, если вы хотите поучаствовать, ребят, оставайтесь со мной. Поехали! Даже не знаю, с чего начать. Давайте, наверное, начнем с темы марафона. Очень много новеньких на моем канале. И вообще, ребята, если вы не знаете вдруг, я вообще-то вокалистка. У меня профессия музыкальная. Я профессиональный эстрадный вокалист. Я певица. У меня есть собственный проект, который называется Siren. Сирена, собственно говоря. Вот. Мы выпускаем свои песни. Ссылочки я оставлю внизу. Кому будет интересно, можете послушать. И я прям вся вот и в музыке, и в макияже. Я очень часто вдохновляюсь музыкой. Поэтому мой марафон будет основываться на теме музыки. Ну, будем так его называть. Музыкально-макияжный марафон. Собственно говоря, для этого марафона я выбрала несколько песен, которые у меня не вылазят из головы очень-очень долгое время уже. Мне безумно нравятся эти треки. Эти треки каким-то образом повлияли на мою жизнь, скажем так. Если, ну, и есть какая-то музыка, которая не повлияла, а вот просто она мне близка. Мне она очень нравится. И поэтому я решила поставить этот трек, допустим, в этот марафон. Как это все будет происходить? Ведь некоторые треки меня вдохновляют. Вдохновляют даже на какой-то макияж. Но еще у меня такая задумка, что как будто бы, знаете, я снимаюсь в клипах этих песен. И вот какой бы я макияж сделала для клипа в этой песне. Вот, вот у меня вот такая вот картинка стоит в голове. К сожалению, сами песни я не смогу вставлять в видео с макияжами. Вот, потому что YouTube начнет меня банить. Но я буду оставлять просто ссылочки. Вы себе включайте, вдохновляйтесь точно так же. Слушайте музыку и, допустим, под этот трек какой-то делайте, повторяйте мой макияж. Так, тему я вам рассказала. Как будет, собственно говоря, проходить марафон? Из-за того, что у меня есть уже определенный опыт участия в марафонах. Кто не знает, я принимала участие в двух марафонах от Наталины Муа. У Гуара Витисян я никогда не принимала, кстати, участие в марафонах. Что-то я это пропустила как-то. У меня даже на YouTube есть записанный второй марафон полностью. Каждый день я выставляла видео, как я справляюсь с тем или иным макияжем. Так что я, кстати, вам очень рекомендую посмотреть эти все видосы, потому что там вы увидите, как я выкручивалась с каких-то ситуаций. Если у меня чего-то не было, как я могла выкрутиться из того, что у меня есть. Это прям вам вот очень-очень рекомендую посмотреть чисто, как я там справлялась. Возможно, мало ли вы для себя что-то найдете полезное, подчеркнете чего-то там в этих видео. Сколько же будет макияжей в моем марафоне? Пока что в плейлисте по марафону у меня стоит всего лишь пять песен. Я не буду вам говорить сейчас, что это за песни. Для вас это будет такой своеобразный сюрпризик. Но будет пока что пять макияжей. Не знаю, как там дальше пойдет, но я думаю, что я на пяти остановлюсь. Потому что я хочу вам немножечко облегчить задание. Я понимаю, что у каждого из нас жизнь, учеба, дети и работа какая-то. Поэтому делаем так. В понедельник, допустим, 31 числа выйдет первое видео с макияжем. Оно будет выходить, скорее всего, в 9-10 утра по Киево-Московскому времени. У нас, по-моему, одно сейчас время одинаковое. У вас, получается, есть весь день для того, чтобы повторить макияж. И еще я буду вам давать дополнительный следующий день для того, чтобы закончить, допустим, точнее сделать вообще макияж, отфотографировать все и загрузить в социальные сети. Получается так, что будут выходить видео через день. В понедельник, в среду, в пятницу, в воскресенье и во вторник. Да, правильно я посчитала? Во вторник через неделю конец марафона будет. Затем я себе дам буквально там два дня для того, чтобы выбрать победителей. И, собственно говоря, проведу или же прямой эфир на Ютюбе, или прямой эфир в Инстаграм. Я уже там как-то определюсь. И выберу победителей. Победителей в моем марафоне будет три человека. Такая, конечно же, я потом с вами обязательно свяжусь для того, чтобы уточнить все данные, вашу информацию, адреса, для того, чтобы отправить вам подарочки. И, ребят, я еще также хочу огласить такую важную для меня информацию. В нашем марафоне есть два спонсора, два бренда, которые тоже предоставили подарочки для этого марафона. Это Алекс Рудковский и Lotus Flower. Кто давно смотрит мой канал, знают, что я делала обзоры на эти бренды. Я написала этим брендам, бренды согласились предоставить призы для моего марафона. И, ребят, поверьте, там очень крутые призы, потому что выбирала я их сама прежде всего. И это только чисто мои фавориты косметические. Так что к вам поедет самое-самое лучшее, самое крутое. Также в этих призах будут лежать еще остальные мои фавориты косметические, которые уже я покупала сама. Я являюсь сама же спонсором своего же марафона, естественно. Вот так что я вам гарантирую, что призы будут очень-очень классные. Надеюсь, что вам они понравятся. Как я буду находить ваши работы, куда выставлять эти работы и как это все будет происходить? Конечно же, здесь будет участвовать Инстаграм, как я сказала вам и раньше. Потому что мне нужно каким-то образом все-таки вас находить, смотреть ваши макияжи. Поэтому, если у вас была закрытая страница в Инстаграм, обязательно ее открываем, чтобы я могла зайти к вам на страницу, посмотреть ваши работы, которые участвуют в марафоне. Вы сделали свой макияж, закончили свой образ, отфотографировали этот макияж и выставляете его в ленту Инстаграм. Также важное условие, нужно будет еще снять коротенькое сториз, демонстрацию вашего макияжа. Просто берете телефон, вот так вот покрутили головой, показали макияж, загрузили в сториз. Обязательно, когда вы грузите фотографию в ленту и когда вы грузите видео в сториз, вы должны отметить меня через собачку, мою страницу в Инстаграм, написать, что вы участвуете в сиреномарафоне. И у нас будет, конечно же, хэштег. Он так и будет называться, сиреномарафон. Здесь я все большими буквами продублирую. То есть, еще раз повторюсь, когда мы выставляем пост в Инстаграм, в ленту вашу фотографию, мы пишем, участвую в марафоне, собачка Оуэл Сирена и ставим хэштег сиреномарафон. Дальше пишите вообще все, что вам угодно. Можете, допустим, написать, сегодня там сделали макияж, вдохновившись песней, там, такой-то, такой-то, к примеру. Тоже будет, в принципе, прикольно. И не забывайте за видосики коротенькие в сториз обязательно. Еще одно из главных условий, я против фотошопа. Ребят, я все понимаю, но я против фотошопа. Свои даже работы, фотографии я фотошоплю минимально. Я убираю только какие-то большие прыщики, какие-то недостатки на лице. Вот, мы не делаем себе макияж полностью в фотошопе. Мы не растушевываем тени с помощью фотошопа. Поверьте, это все заметно. Я участвовала в марафонах, и поверьте, там было видно, кто из девочек использовал фотошоп, а кто не использовал. Так что, пожалуйста, я вас очень прошу, не используйте фотошоп в своих работах. Я хочу видеть именно вас, именно ваши работы, как вы постарались, как вы круто сделали макияж, а не фотошоп вместо вас. Поэтому я надеюсь, что такого у нас в нашем марафоне не будет. Поймите меня, пожалуйста, правильно. Прыщики замазывать вам никто не мешает. Пожалуйста, на здоровье это я понимаю, это я и сама делаю, в принципе. Если вы хотите немножечко подблюрить себе лицо, то делайте, пожалуйста, это минимально. Не замыливайте так, что, знаете, все границы на лице стираются, нос стирается на лице, глаза, подбородок и все остальное. Сделайте это минимально, пожалуйста. Я очень хочу видеть именно вашу работу, именно ваш красивый макияж, который у вас получится. Что по поводу фотографирования ваших работ? Самое главное, это хороший свет. Это может быть дневной свет из окна. Сели напротив, отфотографировали себя, загрузили фотографии. Это может быть кольцевой свет, если он у вас есть. Это может быть какая-то настольная лампа, прямо на вас светящая. Направьте ее, отфотографируйте. Да хоть, не знаю, под люстру просто садитесь и фотографируйте. Главное, чтобы было очень хорошо видно макияж глаз и макияж лица. Чтобы не падали лишние тени и чего-то еще вот такое вот, что может помешать в рассмотрении макияжа. Так что просто имейте в виду, что для фотографии вам важен хороший свет. Фон вам не важен. Я не буду смотреть на фоне чего вы фотографируетесь. Хоть на фоне мусорника просто фотографируйтесь. Мне все равно. Мне важно, чтобы было видно четко ваш макияж. Можно ли изменять макияж как-то, можно ли заменить оттенки чем-то и тому подобное. Сразу же скажу, что полностью заменить цветовую гамму макияжа нет. К примеру, я наношу на все подвижное веко неоновый желтый. У вас этого неонового желтого нет, к примеру. Возьмите просто желтый цвет. Я это все буду еще проговаривать в макияжах, чем можно заменить. Но, пожалуйста, не заменяйте, допустим, полностью противоположным оттенком или же какой вам в голову взбредет. Пожалуйста, придерживайтесь гаммы в макияже, которую я вам предоставляю. Я хочу, чтобы вы максимально близко приблизились к оригиналу макияжа. Как-то дополнять макияж вы, в принципе, можете. Если вам хочется налепить стразиков, налепили себе стразиков, хотя стразики у нас тоже будут. Если вам хочется налепить веснушек, налепите веснушек, хотя веснушки, опять-таки, у нас тоже будут. Если вам хочется блесток налепить на зону хайлайтера, налепите блестки себе на здоровье, хотя такое тоже будет. Ну, то есть, креатив полный у нас будет, развлекуха полная будет. Если вам хочется как-то поинтереснее сделать губы в этой же цветовой гамме, но вот как-то по-другому, допустим, стразами усыпать губы, или же глиттером усыпать губы, или, я не знаю, фольгой какой-то залепить губы, лепите себе на здоровье. Если вам хочется как-то полностью создать образ, пожалуйста, на здоровье, если у вас силы есть, если у вас есть энергия, если у вас есть время, пожалуйста, креативьте по полной, как-то дополняйте этот образ. Мне важно, чтобы был именно макияж. Я буду обращать внимание прежде всего именно на макияж, чтобы он был похож на тот, который я вам показываю. Какая косметика нам понадобится в марафоне? Я вам хочу в этом плане немножечко помочь, потому что, когда я участвовала в марафоне, мне было сложно. Это был еще и локдаун, невозможно было что-то купить, заказать быстро, поэтому я вам даю время на подготовку, если у вас чего-то не хватает. У вас есть время, к примеру, докупить, если хотите. Сразу же говорю, нам понадобятся кремовые подложки. Это могут быть какие-то разноцветные карандаши, это могут быть разноцветные помады. Если у вас давно валялся вот этот вот набор от Джеффри Стар разноцветных помад, пожалуйста, достаем, девочки, и используем. Опять-таки, из этих оттенков вы можете замешать. Любой оттенок для вас подходящий. Вы можете использовать стойкие матовые помады в качестве подложки. Если у вас есть какие-то от Сифоры, к примеру, не знаю, Lame Crime и тому подобное. Так что имейте в виду, что пойдет в ход просто все. Не ограничивайте себя только какими-то определенными продуктами. Если у вас есть что-то цветное, подумайте, что с чем замешать и сделайте то, что вам надо. Опять-таки, для этого я вам очень рекомендую посмотреть, как я проходила марафон. Вы увидите, что я там замешиваю просто все, что только можно и не можно придумать. Также, если, допустим, у вас нет каких-то подводок, но у вас есть разнообразные тени, особенно прессованные пигменты, к примеру, вам поможет Duraline. Вообще спокойно с Duraline замешивать тени сухие, рисовать стрелки, вообще как нифиг делать. Для того, чтобы просто выполнить задание в марафоне, сделать фотографию, вам этого будет достаточно. Вам же не выходить, допустим, на улицу с таким ярким, классным, крутым макияжем. Вам именно поучаствовать в марафоне. Поэтому имейте в виду, что Duraline вам очень-очень может помочь в этом деле нелегком. Ну и вообще, Duraline, кстати, Duraline это еще штука, которая очень помогает для приклеивания сияшек. Вот, вообще, раньше не знали, что такое клей для глиттера, был только Duraline. Так что, он у вас валяться 100% не будет. Или же, если он у вас валялся, тоже, девочки, достаем. Яркие краски, повторюсь, все, что касается ярких красок, доставайте. Все ваши палетки теней, которые вы накупили, доставайте. Все ваши яркие палетки теней, которые вы накупили, но не знали, как использовать, достаем, девочки. Зеленый, желтый, голубой, красный, оранжевый, просто все цвета радуги достаем на всякий случай. Я сама еще, вы знаете, не знаю, что там будет ждать, потому что я вот сейчас стартую со съемками. То есть, у меня есть приблизительно макияжи в голове, но мало ли, как там повернется, когда я буду уже делать именно эти макияжи. Так что, просто имейте в виду, что яркие краски это прежде всего. По поводу кремовых подложек, напоминаю, что вы можете использовать какие-то разноцветные карандаши. Это я себе достала просто карандаши Lamelle, это новая коллекция их для слизистой, гелевая. У них еще была летняя коллекция в прошлом году, обыкновенные были восковые карандаши разноцветные. Вот, имейте в виду, что карандаши разноцветные какие-то тоже подойдут в качестве подложки. Главное, чтобы они были мягкие такие и легко тушевались. Вот такие вот карандаши Каялы, что на слизистую подходят, к примеру, эта новая коллекция от Lamelle, она очень быстро схватывается и нужно быстро их тушевать. Если вы уверены в уровне вашей тушевки, что вы успеете их растушевать, пожалуйста, используйте себе на здоровье. Если не уверены, лучше возьмите себе какие-то карандашики, которые именно на восковой основе, а не на гелевой. Чаще всего они встречаются именно в дереве. Также, что касаемо еще макияжа глаз яркого, очень-очень будет хорошо, если у вас что-то найдется неоновое. Я видела, что Lamelle выпустили палеточки такие неоновые. Еще у них были в прошлой летней коллекции вот такие вот неоновые палетки. Опять-таки, если вы их покупали, они у вас валяются. Достаем, девочки, какие-то неоновые пигменты с Алика тоже нам замечательно в этом деле подойдут. Блин, я вся теперь в пигменте. Так что достаем просто самые яркие тени, которые у вас есть в этой жизни вообще. Нам еще подойдут для макияжа разного вида подводки. Это цветные подводки. К примеру, у меня две подводки от Lamelle. Синяя и розовая. Это снова-таки коллекция Medusa. Сразу же говорю, если вы их где-то найдете, запаситесь, потому что 100% буду их использовать. Вам это, возможно, облегчит жизнь. И еще это очень бюджетные лайнеры. Черная подводка, конечно же, куда же без нее. Там уже, как хотите, гелевая, не гелевая. Вот такой вот лайнер. Это вообще на ваше усмотрение совершенно. Также, ребят, нам понадобятся еще стразики. Стразики я буду использовать. Я хочу, наконец-то, во-первых, свою коллекцию всю использовать. Потому что я купила когда-то эти стразики. И так они у меня валяются по сей день. Пока что из того, что я знаю, 100% можете найти какие-то голубые или же синие стразики. У меня, допустим, здесь есть синие стразики, которые переливаются хамелеоном таким. Из розового в золотой какой-то такой оттенок. Короче, очень прикольное. Вот, тоже понадобится. Или же можно оттенок морской волны. Вот у меня тоже есть такого оттенка стразики. Красные стразики понадобятся, скорее всего. Или же можете, допустим, взять себе набор разноцветных вообще стразиков. Есть прям целые такие наборчики продаются. Там, где все цвета радуги. Здесь вы точно вообще не прогадаете. Разных размеров берите. Если есть вариант такой, то возьмите лучше разных размеров. Опять-таки, вы можете эти стразики запихать вообще в любой макияж. Просто у нас там будет макияж, в котором 100% будут участвовать стразы. Вот. И они будут на глазах. Я вам даю такой спойлер. Поэтому просто имейте в виду, что стразики можно всегда будет куда-то присунуть красивенько. В общем, здесь вам вообще пространство для фантазии немерено. Что по поводу ресниц для макияжа. Ресницы я буду использовать. Потому что у нас будут однозначно яркие макияжи. Которые без ресниц просто смотрятся намного... Как это? Намного скучнее. Ресницы все украшают. Так что я понимаю, что некоторые девчонки не любят ресницы. Не любят их клеить. Допустим, не знают, как клеить. Кстати, ссылочку я оставлю внизу, как клеить ресницы. У меня есть видеоурок на моем канале. Обязательно посмотрите. Или же у вас, допустим, валяются ресницы, вы боитесь их клеить. Посмотрите этот видеоурок. Будете использовать в марафоне. Опять-таки, можете использовать какие хотите ресницы. Ленточные ресницы, пучковые ресницы тут. Кому как нравится. И повторюсь, старт марафона 31 мая. Заканчивается марафон. Я смотрю просто в календарь. 8 июня. Все. Тут я вас уже предупредила. По времени предупредила. Если у вас будут еще какие-то вопросы по поводу марафона. Оставляйте обязательно их внизу в комментариях. Я буду там вам отвечать. Друзья, я надеюсь, вам понятны все условия участия в марафоне. Самое главное, быть подписанным на YouTube канал, на Instagram. Выставлять работы свои в Instagram. Именно в ленту и в Stories. Коротенькое видео. Обязательно ставить хэштег. Сирена Марафон. И обязательно отмечать меня и на фотографии, и в Stories. Собачка, овл, нижнее подчеркивание, Сирена. Так называется мой Instagram. И чтобы у вас была открытая страничка в Instagram. Что ж, до встречи в марафоне. А пока что будут другие выходить видосики мои. Я пошла готовиться. Но я всех целую и обнимаю. И я буду очень-очень рада видеть вас в моем марафоне. Пока-пока. Пока-пока.